Реанос, скажите, пожалуйста, кто-то из вас уже получил российский паспорт или вызвал какое желание? Есть у вас такое желание? Ну, из нас, конечно, не получил. Скажем, у тех, кто-то из вас уже заняты по службе. Практически весь личный сетап сейчас занят. Несколько человек у нас получило. Насколько я знаю, человек 5-6. Станы на уезда, все занимаются в городе. То есть, по мере, что не было. Желание оформить какие-то документы у личного состава и формирование организации. А ваши коллеги из других предметов, вы с ними не связывали? Не знаете их позицию по этому вопросу? Ну, с некоторыми созданиями, там достаточно людей, которые стоят на территории. Повторите, пожалуйста, здесь. То же самое, да. С созданиями, конечно, с некоторыми созданиями, там достаточно людей, которые... А для членов своих семей, если будет такая возможность, у вас есть желание оформить? Да, да, да. Скажите, сколько у вас может быть, да, вот, собственно, таких военных, желающих получить российские паспорта? Мы знаем, что ваши коллеги вчера, которые получали паспорта в российском конкурсе, говорили о том, что много, те, кто сейчас готовы за госпиталом. Какая информация у вас? Сколько может быть у вас? Я вам не скажу, точно так же, не скажу количество, это его даже предположительно не могу сказать, потому что у вас не только сотрудники охранительных органов, военнослужащих, тут очень много гражданских подходит, интересуются этим вопросом, высказывают желание, то есть трудно цифру даже назвать. С чем сразу такое желание получить российский паспорт? Действительно, это вашим семьям угрожает? И если да, то правда, кто? Да, угрозы в наш адрес, в адрес наших семей были, были неоднократны, то есть все сотрудники отдают себе отчет, что самое больное место у каждого из нас – это наши семьи, наши родственники в связи с этим. Ну и само отношение государства, которое, по большому счету, нас просто предало и продало. Вот в связи с этим. Ну а кто вам угрожает? Кто-то говорил о соседях, кто-то говорил еще о том, кто с ним? Вы все слышали, наверное, официальные заявления на нынешний день, так скажем, официальных лиц, представляющих власть Киева, которые угрожают нам и уголовным преследованием, и иллюстрацией, и, то есть, они обо всем этом говорят в открытую, но, разумеется, реакцию. Вы считаете, что преступниками на вас называют некоторые отдельные политики, некоторые люди? Ни в коем мере, в частности, за себя лично, за свое подразделение. Я, ну пусть это будет громко сказано, я перед Богом и людьми готов поклясться, что ни я, ни один из сотрудников моего подразделения не применял ни вот этих расписанных пыток к задержанным, не избивал чрезмерно митингующих, протестующих, в частности, от первого и до последнего дня, за все три месяца, которые я находился в командировке, вот как нам говорят, я ни разу не снимал ни звезд с погонов, ни надевал маску, потому что я с первого дня сказал, мне бояться нечего, я никаких преступлений не совершаю. И все вот эти наговоры на нас, это полнейший бред. Скажите, ряды Киевского, где-то та часть людей, которая ушла из основания части, они с ними, по всему, будут ли они приняты, то есть, для них в пользу? Ну, этот вопрос решают более высокие руководители, но да, такое, это было высказано, то есть, все сотрудники других подразделений, которые будут вынуждены по каким-то причинам, ну, по причинам гонений и давлений, покинуть свои подразделения, покинуть свое место постоянного проживания, да, их здесь ждут. Чем сейчас занимаются, какие задачи выполняют, принципы подразделения? Функции практически все те же, ну, если несколько дней мы отсутствовали, ну, практически не существовали как таковые, так как руководство Киева нас, вообще подразделение в целом по Украине ликвидировало. Ну, тем не менее, мы оставались на территории подразделения, подразделения охраняли вооружение и технику, которая находится у нас в подразделении, то есть, вы видите, что народ очень ярко реагирует на все происходящие события, ну, и, значит, была информация, были задерживанные люди, это представители тех, кто участвовал в событиях на Майдане с противоположной стороны, активисты, боевики, которые пребывали, и я уверен, пребывают и сейчас в Крым, для недопущения захвата вооружения и боевой техники, ну, вот этими людьми мы постоянно находились в подразделении, то есть, ну, вы видите сами, что произошло в Киеве и в других областях, то есть, это самопроизвольные захваты районных отделений, милиции, складов вооружений, боеприпасов, ну, и к чему все это привело. А сейчас? Подразделение занимается обеспечением общественного порядка, как и, в общем-то, наша основная функция поддержания порядка, обеспечения безопасности граждан. По мне непосредственно сейчас подчиняется все? Ну, насколько я знаю, сейчас назначены исполняющие обязанности начальника Главного управления МВД в Автономной Республике Крым. Да. Мы выполняем его указания. Вы принимали присягу государства Украины, а в случае придения ретриенту, а самопроизвольнения Крыма, вы будете принимать присягу полуострову или кому-то название, которое здесь, в том числе, в том числе? Я сразу поправлю. Мы принимали присягу не государству Украины, мы принимали присягу, наверное, украинскому народу. Это две большие разницы. То есть мы, пока наш народ, вы видите ли, что происходит у нас под подразделением по городу, народ просит защиты. Поэтому мы, естественно, будем защищать наш народ и стоять на страже интересов народа. Стрелить его, возвращаясь к событиям в Киеве, когда началось применение кнестрельного оружия, где вы были, где стреляли? Открывайте свои события, пожалуйста. Ну, наверное, первое применение оружия, не первое, но, скажем так, уже открытое и достаточно массовое применение оружия по сотрудникам началось днем, если мне память не изменяет, 18-й это у нас было, когда проводилась так называемая мирная акция по блокированию Верховной Рады. С нескольких направлений к Верховной Раде собирались мирные манифестанты, вооруженные до зубов, со средствами защиты. Первое, наверное, одно из первых действий, которые они совершили, опять же, эти мирные протестующие, это захват техники бойцов внутренних войск, которые стояли в первой линии блокирования. Попытка, опять же, продавить строй одним из грузовиков, то есть то, что вы видели там, происходило там с трактором на Банковой, примерно то же самое пробовали повторить и у нас, в частности, на перекрестке Крушевского-Крепостной. В сторону от улицы, где мы непосредственно стояли, это уже территория Мариинского парка, постепенно накапливались туда активные боевики, не буду уже, наверное, другое слово подбирать для них. И первое применение оружия уже началось по нам там. Это, опять же, и использование огнестрельного, травматического оружия. У нас уже тогда появились первые раненые. В результате нам пришлось попытаться отогнать хотя бы на определенное расстояние от себя, таких активных. Ну и в результате всех этих движений, вот даже в нашем подразделении, вот один из офицеров моей роты получил два пылевых ранения в ногу, в бедро и в голень. Травматическое оружие, вот Андрей здесь присутствует, он получил ранение из травматического оружия, пули мы извлекали там же, на месте, в медпункте. Ну а дальше, после того, как мы переместились к Майдану, к вечеру, с наступлением темноты, по нам уже стали применять массированно огнестрельное оружие. У нас появилась масса, но это не только по нашему подразделению, по всем другим подразделениям, которые там находились, появились и раненые, и убитые, в частности, вот за, практически за первый час, примерно с половины восьмого до половины девятого. Вот в это же время погиб наш сотрудник, умер он практически у меня на руках. С какой стороны стреляли, все мы прекрасно видели, то есть мы можем определить направление, откуда стреляют. Вот тогда же был ранен, смертельно ранен наш сотрудник, но спасти уже не удалось. Ну и прошу, я, в принципе, это не в укору вам, не в укор вам, а просто для меня это очень, очень тяжело было перенести. Когда он умер, я находился рядом с машиной скорой помощи, которые пытались реанимировать его. Чуть ниже, возле животного дворца, находилась съемочная группа телеканала «Украина», одного из центральных государственных, которые ввели прямой репортаж. Я обратился к ним, несмотря на то, что вроде бы как и не рекомендовано было вступать, давать интервью, показывать все остальное. Я обратился к ним, чтобы они в прямом эфире показали, кого же действительно убивают, с чьей стороны стреляют, чьи люди гибнут. Но съемочная группа, честная журналистка, не то чтобы не подошли, они даже никак не прореагировали. Виктор, вопрос к нашему мнению. Почему так мало журналистов было со стороны милиции и так много со стороны милиции? И мы с удовольствием. Валерий Курасович. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но судя по тому, какую информацию журналисты преподносили и в каком виде все это преподносили, у нас сложилось такое впечатление. Но опять же, это не наше официальное мнение, мы можем высказывать это каждый как видит, как частное лицо, как гражданин. Многие телекомпании, скажем так, намеренно освещали, что это однобоко, намеренно преподносили те факты, происходящие, ну и происходящие события, показывали, освещали их совсем противоположно. Включение, собирали помощь для школьников, и это вам помогло, и вообще, это нашла до нас? Да, конечно, до нас все мы получали. И продукты, и одежду теплую. Да, на определенном этапе нам это очень сильно помогало. Ну, скажем так, не столько материально, сколько это просто осознание того, что люди у нас на родине понимают, в каком положении мы находимся, и поддерживают нас. Академия 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 Академия